В эфире телекомпания «Город». Программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Алиса Харлина. Главная тема сегодня. Пара кликов и доза в тайнике. Интернет стал главным посредником между курьерами и наркоманами. Обнаружено несколько наркопритонов. Это на одного нормально, да, будет? Это на пятерых убийцах. Сколько денег? Это 60 тысяч рублей. Каким образом денег получал? На Киеве, в смысле, в Киеве уже много способов, как можно вывести. Можно на карточку, можно через банк, по самому. Даешь бодрость без алкоголя. В Рязанской области запретят продажу алкогольных энергетических напитков. Преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ представляют непосредственную и реальную угрозу национальной и общественной безопасности России. На протяжении последнего десятилетия страна особенно быстрыми темпами стала приближаться к опасному рубежу. Наркопреступность – это сложное явление, представляющее собой многоэпизодную, многоаспектную деятельность, в которую вовлечено очень большое количество людей-функционеров. Наркодилеры, курьеры, содержатели наркопритонов и потребители. Еще одна квартира, где всегда есть доза для страждущих, всего лишь элемент этой разветвленной системы, характеризующая заключительный этап движения наркотика от поставщика к потребителю. Раньше в каждом дворе были нелегальные разливайки, сегодня хуже. За пару тысяч рублей можно приобрести дозу, которая начнет необратимый процесс. Только за последние дни рязанские полицейские обнаружили несколько неблагополучных квартир. Клинтура в таких местах, как правило, проверенная, но по большому счету у любого, кто при деньгах, есть возможность пополнить список покупателей. Это то, что называют скоростью. Женщина признается, что подсела на наркотики еще в 90-е. Начала сразу с героина. Даже уголовный срок за плечами имеется. А в основном как берете? По интернету, да? Да. Наркокурьеры предпочитают работать дистанционно и инкогнито. С помощью интернета сигнализируют о точке с закладкой и с клиентами лично не встречаются. Информационные технологии, такие как сотовые телефоны и социальные сети, создают полное ощущение анонимности. Но и такие меры предосторожности не помогли задержанному на днях наркокурьеру. Изъято более 610 граммов синтетического наркотика. Это еще один обнаруженный наркопритон. Молодой человек, наркотические средства вы употребляете? Да. Какие им? Спальц. Спальц? Что это такое? Синтетический, органический наркотик. Молодой человек. Да. Как он выглядит? Трава. Трава? Рассыпная. Это наркотик? Да. Давно употребляете? Самое место. Остановиться самостоятельно редко у кого получается, но все как один клянутся к запретному зелю больше не притрагиваться и дают советы предостережения начинающим. 23-летний житель соседней области подозревается в распространении наркотиков с помощью закладок. По предварительной информации, молодой человек получал большие партии наркотиков, пасовал разовые дозы и прятал их в разных местах города. Оперативники выявили целую преступную схему. При личном досмотре у злоумышленника обнаружили пакет с растительной массой россыпью и два пакета с маленькими самодельными контейнерами. Сколько дней? 60 тысяч рублей. Каким образом денег получал? На Киеве, в смысле, а с Киеви уже много способов, как можно вывести. Можно на карточку, можно через банк, по самому. Ты сам угрыгаешь на ботики? Раньше, да, сейчас нет. Ну как, в смысле, ну, образно, да, вот так. Судим? Да. Задержанные и не скрывают, что сами еще не поняли, что сложнее избавиться от наркозависимости или от привычки нарушать закон и получать за это денежные вознаграждения. Пока не поймали, это выглядит пикантным развлечением. На участке северной окружной дороги в Рязани, около поселка Борки, оперативники остановили автомобиль под управлением 34-летнего рязанца. В ходе досмотра в багажном отделении нашли целый пакет с каннабисом. Это более полутора килограммов зелья. За такое преступление фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы. Как заманчиво иметь в своем распоряжении средства, прогоняющие сон и усталость, позволяющие якобы увеличить концентрацию внимания и дающие долгоиграющий источник энергии. Именно ради таких ощущений многие люди садятся на иглу. Между тем, чтобы уподобиться розовому кролику, в рекламе батареек вовсе не обязательно глотать колеса. Многие предпочитают популярные сегодня энергетические напитки. Кому малообычных, переходят на алкогольные. Комбинация атомная. Учитывая, что кофеин активизирует организм, а алкоголь расслабляет. От таких команд наше сердце просто разрывается на две части, не зная, как ему работать. Пока ученые спорили о вреде и пользе алкогольных энергетиков, подключились законодатели. С 1 ноября в Рязанской области запретят продажу алкогольных энергетических напитков, содержащих кофеин и другие тонизирующие компоненты с этиловым спиртом до 9%. Будут ужесточены требования к непосредственной реализации алкогольной продукции пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в несационарных торговых объектах, осуществляемые как индивидуальными предпринимателями, так и организациями, обществом с органичной ответственностью. За нарушение закона кому-то придется заплатить до 10 тысяч рублей, кому-то до 100. Недавний опыт с ограничением продажи пива и крепкого алкоголя дает повод усомниться в беспрекословном подчинении требованиям. Но кто знает, вдруг и правда удастся вспомнить, что такое естественная бодрость. В начале 60-х годов одним из самых громких уголовных дел было так называемое дело Мосгаз. Главный фигурант Владимир Иоаннисян. Редкий случай, когда биография преступника и мотивы совершения преступлений так и не были изучены до конца. КПСС и правительство Советского Союза торопились с казнью. Дошло до того, что сам Никита Хрущев топал ногами и лично просил немедленно поймать негодяя. Наши цели ясны. Задачи определены. За работу, товарищи, за новые победы коммунизма. Для 60-х это был небывалый случай, чтобы советский человек направо и налево убивал других советских людей. В те годы образом преступности была знаменитая троица Гайдая, способная максимум на мелкое хулиганство. Всего лишь мелкое хулиганство. Мелкое. Да и вот учтите, что за это мелкое хулиганство я плачу крупные деньги. Прикидываясь контролером Мосгаза или работником ЖЭКа номер 13, Владимир Иоаннисян проходил в квартиры, снимал показания со счетчиков, проверял газовые горелки. Выбирая место будущего грабежа, он ориентировался в большей степени не на богатое убранство квартиры, а на количество человек, находящихся в тот момент дома. В качестве оружия использовал туристический топорик, копленный в гуме. Отличительная примета – ушанка, завязанная на затылке, иногда кепка. Но сегодняшний рассказ не о нем. Спустя 20 лет нашелся преступник, которому не давали покоя Лавры Иоаннисяна. Это уголовное дело получило название Ленэнерго. В конце 80-х годов в Ленинграде возникло новое подобное дело, которое оперативники уже прозвали Ленэнерго. Молодой человек под видом работников энергослужбы приходил в квартиры ленинградца. В основном он выбирал одиноких женщин, пожилых женщин. И когда те открывали ему дверь, как электрику, для проверки счетчиков, проводок и прочее, то он убивал этих женщин и грабил квартиры. После второго жестокого убийства следователи заметили, что и в этом случае на полочке в прихожей осталась квитанция за электроэнергию. Но зачем преступник сам оставляет улики? Серийным убийцей оказался некий Андрей Сибиряков, житель города Пушкино Ленинградской области. В несовершеннолетнем возрасте впервые был осужден за хулиганство. Попытался какое-то время работать, женился, но устроился работать на стройку, ему там выдали вот эту рабочую спецодежду, он поработал буквально несколько дней, но это показалось ему тяжело, он перестал работать. И даже жене побоялся как-то признаться, что его выгнали с работы. В рабочей спецодежде он ходил по городу и думал, где раздобыть денег. За этими мыслями не заметил, как оказался у могилы Григория Распутина. Посчитал, что Распутин это его кумир, и он как бы энергетически подпитывается. По приказу Временного правительства могилу Распутина, похороненного в Александровском парке царского села, вскрыли. Тело вытащили и сожгли. В топке парового котла политехнического института. Представители новой власти позаботились о том, чтобы не сохранился даже прах Григория Распутина. Пепел развеет. Энергии ленинградского негодяя хватало, чтобы часами всматриваться в окна и находить очередную жертву. Если кроме женской фигуры в окне никто не мелькал, преступник уверенно заходил в подъезд и звонил в дверь. Оперативники посчитали, что буквально за несколько недель было убито 6 женщин. Кроме того, было еще совершено 2 нападения, которые не увенчались успехом для грабителя. В одном случае нож сломался, когда он пытался зарезать женщину. Добычей преступника становились самые разные вещи. Когда в квартире не оказывалось драгоценностей и денег, маньяк сгребал любые безделушки и в первую очередь духи. Неужели в Советском Союзе появился очередной фетишист? Или злодеи привлекают запахи? Купить флакончик духов в Советском Союзе было большим счастьем. Выбор небольшой. Достать сложно, но можно, если очень постараться. В те годы одной из первых криминальных программ был известный телепроект Александра Невзорова «600 секунд». Автор программы показал сюжет о неуловимом ленинградском преступнике. После этого преступник возгорделся своей незаурядной личностью, как он подумал, и сделал первую ошибку. Он написал письмо в органы внутренних дел с требованием заплатить ему 50 тысяч рублей. По тем временам это, в общем-то, большие деньги. В ответ на это он обещал прекратить свою преступную деятельность. И таким образом люди не будут от его рук гибнуть, а милиция не будет на плохом счету. Ответ преступник потребовал дать через ту же телепередачу. Обычные телезрители мало что поняли из краткой информации. Александр Невзоров лаконично сообщил, все требования будут выполнены. Встреча на железнодорожном вокзале в условленное время. Представляете, что такое железнодорожный вокзал? Всюду снуют люди. В такой толчье затеряться нетрудно. Оперативники вглядывались в каждого прохожего, но те равнодушно проходили мимо пакета с деньгами. Пожалуй, только один мужчина в спецодежде вел себя несколько нервно. И вдруг этот человек хватает этот пакет и перед проходящим поездом перебегает железнодорожную колею. Расчет преступника на то, что оперативники не успеют отреагировать, сработал. Но он не учел еще один момент. С другой стороны переезда тоже дежурили милиционеры, которые бросились за Сибиряковым в погону. Они заметили, как убийца скрылся в подъезде и блокировали его. В это время Сибиряков переоделся в подвале и попытался выйти, но это ему не удалось. После совершения ареста маньяку пришлось во всем сознаться. При обыске в доме нашли немало ворованных драгоценностей. Остальное было конфисковано от соседей. Медицинская экспертиза психических отклонений не выявила. Преступник отдавал отчет своим действиям. Суд приговорил Андрея Сибирякова к расстрелу, так же, как и за 20 лет до него Владимира Иоаннисяна. Точной даты приведения приговора в исполнение в открытом доступе нет. Если, на ваш взгляд, мы что-то пропустили, или у вас есть новые интересные темы для сюжетов, а может быть вопросы к юристам и специалистам, обращайтесь в нашу редакцию или оставляйте свои отзывы и предложения на сайте город62.тв. А на сегодня это все. До встречи ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин